1-1. Отлично, замечательно. Отправляемся к нашим комментаторам. Сеня, Саша, вам слово. И снова здравствуйте, дорогие дамы и господа. С вами Сеня Энканис. Это карта Dust2 между командами Ghost Gaming и SK Gaming. У нас такие интересные предсказания от наших аналитиков. Я услышал 1-1. Сеня, что ты думаешь по этому поводу? Есть ли реальный шанс у команды Ghost обыграть своих соперников на карте Dust2? Нет, шансов вообще не вижу никаких. У SK Gaming есть некий опыт на Dust из прошлого поколения. И уже новые Dust они обкатывали. И то, как играли Ghost Gaming, ну честно, это совсем не то пальто. Поэтому верить, конечно, можно было бы, наверное, но с трудом. Если бы счет, наверное, на Инферно 16-13, 16-12, тогда да. Когда 4-0 и полный хлам, и вообще без просвета, то о чем говорить? Ну, понимаешь, у нас сегодня весь вечер такая вот заливная рыба. Что 2-0, 2-0. Ну, понятно, что где-то матч SK против Space Soldiers был более напряженным. Где-то, может быть, и NTC на карте Mirage побрались против Mouth Sports. Но вот здесь вот Инферно. SK против Ghost Gaming, ну там совсем все было скромно, конечно. И хочется от этой команды увидеть больше конструктива. Я говорю сейчас о американцах. Ну что ж, поехали смотреть. Ghost играет в защите. SK атакующая мощь. Сейчас будет, конечно, показано от этого коллектива. И стюит окей. Тут на длине что-то пытается найти. В начале этого раунда также поджим Зига. Да, вот очень много гранат тоже стоит отметить в атаке. Обычно это 1-2 набора максимум. Тут 3. 3 набора. Соответственно, вообще интересно мне, куда эти смоки полетят. Один уже куда-то на центре, по идее, должен был упасть. Тем временем Ферр пытается забрать. И так не получается. Но живет до конца. Вардл старается отступить с Юспиком. Фоллин попадает неплохо по полу. А тот решил отойти. Заходит SK Gaming все-таки поближе к Зигу. Ну и теперь мы увидим, собственно, эту хорошую сумасшедшую раскидку, которая должна быть в активе у команды SK Gaming. Пока что летит дыкой куда-то в нижнюю. Фейкует SK Gaming. Таким образом прилетает флэш на центр. Пошли, вышли на чек. Но все равно зашли назад. Летает ложка в ответ. Вардл пытается под нее забрать мидл, но не попадает. И тут нужно играть довольно аккуратно. SK Gaming пока что пытается нащупать врага. А вот за длиной не совсем забыли. И тут колдзира моментально падает. Ферр забирает Вардлла. Ферр падает от куста. И ситуация 3 в 4. Но минус стил. Все-таки, наверное, нужно было отходить. А так 3 на 3 и шансы сохраняются. Пока что размен равный. Выпад от Сью-Токей на Зиг. Там уже информация для опорника, который очень красный. Фоллин вместе с Болтсом. Остался на миде. Ждут врыва от кусты. Тот не идет дальше. Очень мало времени сейчас в атаке. На длину Болтс на пальме пока что. 22 секунды до конца этого раунда. Куста будет заходить уже Зига. Наверное, огромная проблема там опорника. Нужно хотя бы одного с собой забирать противника. Но ни в коем случае не уходить без фрага. Здесь очень сложно. В итоге минус по полю. Но есть Болтс и Сью-Токей. Остается вдвоем. И там еще отлетает. И Болтс против этого опорника. Не пропрежет пола. Хорош. Сью-Токей пытается его порезать. Это получается. Но хотя бы денег заработал. Но раунд, конечно же, СК проиграли. Куста с оброза выживает. Потом пытается уже Сью-Токей забрать здесь. И не залетел тот самый хедшот, на который надеялись и один и второй игрок. Это был очень классный, очень напряженный пистолетный раунд. Но команда Ghost Gaming оказывается сильнее. И казалось бы, СК Gaming неплохо понимали, что можно пройти длиной. Но что по стрельбе Сью-Токей хоть зарезал, однако не попал. Именно в тот момент, когда нужно было забирать игрока на пленде. Все было бы по-другому. Бомба бы устанавливалась. И команда СК Gaming была бы в преимуществе. Сью-Токей в итоге на те деньги, которые он заработал с помощью ножа, купил скаут. Все остальные взяли пистолет хороший. Плюс снова раскидка у команды СК Gaming. Они стоят под длиной и, может быть, пойдут в эту позицию. Хотя нет, предпочли играть через зигзаг. Тут Настил выходит, играет на чек, забирает Фера и все равно остается под этим жуглом. И ходит снова, но тут все-таки уже болс и калдира. А вот дальше можно было не идти. Не лезть на соперника. Но пошел дальше и был наказан только что сверхопытный боец команды Ghost. В итоге Куста тоже получает очень много урона со скаута, предполагает Сью-Токей. Потому что у него 29 хп в итоге остается с оброза. Поджимает под нижнюю темку. Нужно дальше под флешку, может быть, под смог отходить. Потому что там уже готовы игроки атаки встречать оппонента. Вардал отвечает на машине тут за выход с зигой. Туда направляется команда СК большим скоплением. Тут полетели флешки. Молотов на нуки. Болтс убивает в итоге Вардала. А без фрага здесь нельзя было уходить? Болтс в итоге один из самых важных фрагов сейчас сделал. Потому что на планете никого нет. Бомба стоит. Окей, яма. Плюс выбивание с КТ спауна. Интересное решение. Но было бы неплохо сыграть грамотно сейчас под флешки. Вот она флеша. С оброза начинает подниматься. Пытается сыграть на фленте. Но Болтс сегодня себя показывает с лучшей стороны. Болтс забирает с оброзу. Пусто минус Фоллинг. Болтс выходит из-под другого угла. И это квадрокилл от Болтса. Отличная работа. В конце концов Пола один с дефузами против двоих. Чекает нычку. Но там никого нет. Два игрока Стига выходят. Стюй падает. Но Пола этот ран скорее всего уже не берет. Потому что совсем скоро бомба взорвется. И это один-один. Снова выход от команды. В итоге он решает просто пропушить оппонента. Убить того с МП-9. Заработать себе еще больше денег после этого раунда. Но раунд, как уже Арсений для вас сказал, проигран. И это очень плохая история для защиты на Дасте. Ты понимаешь, насколько важно за контртеррористов, взяв пистолетный раунд, отработать еще хорошо на двух последующих. Потому что опять же такие. Тут атака будет, ну скорее всего, диктовать условия в этом матчапе. Точно так же, как и это было на карте Дейнферна, скорее всего. И, кстати, мне в перерыве между этими картами написали по поводу того, что Полу предпочитает, чтобы его никнейм читали Пойо. Пойо? Да, да. То есть на некоторых других, может быть, англоязычной трансляции, именно так читается этот никнейм. Ну, в общем-то, или, если я не ошибаюсь, то есть спрашивали, может быть, у него в интервью, то есть как ты хотел, чтобы читали. За счет чего, не понимаю, он так хочет. Он бы написал там букву «Ай» хотя бы. Да, да. Ну, это интересно. То есть мы еще будем, конечно же, узнавать. Поэтому вот есть такая информация. Во всяком случае, я доношу до наших зрителей то, что если мы называем Полу, то это не из-за того, что мы хотим его обидеть. Ни в коем случае Коста. Куста, Коста. 32 хп остается после врыва. У него стил в очередной раз пытается проявлять себя на зиге, но не получается там забрать болтся на топ-миде. Колдзера ему помогает выйти здесь на позицию. Ну и пока что без урона летального. То есть у нас были встречи, то есть были какие-то выходы, уроном разменялись команды, но в целом есть пока что позитивы команды СК. И состоит он в том, что вот запустили все-таки шпиона в длину. Да, и тут, если честно, все можно просто закончить. Нужно просто грамотно откинуть банки на тот же зигзаг, понимая, что если длина занята, значит чуваки или под ступеньками, или над ступеньками, но в любом случае они там есть. СК Гейминг решили сыграть немножко по-другому. И если честно, этот вариант мне лично не очень нравится, потому что пройти через длину вчетвером будет довольно проблематично. Тем более Вардл играет со скаутом на гусе и в принципе может тут составить неплохую конкуренцию всем игрокам. Попали по Вардл, 30 хп остается. Откидывает он сейчас под себя смачок. Тем временем летит граната. Все игроки команды из Касли по СТУ и отлично отыгрывает большую... Извините, в темке. И в итоге все заканчивается тем, что... Мы не понимаем, что же происходит. А, вот он. Это что? Топ-кадр только что был, а это уже клинфид. Это тот же раунд у нас с официальной трансляцией. Ну что ж, поехали, посмотрим, как тут в принципе все будет разворачиваться. Fallen под мидлом. Здесь неплохая хаешка залетает против Стилла и Поуэлла, которые поджимаются под зейки. И там будет подсадка также дальше. Ну, это мы видели. Да, это мы все видели, друзья, уже. Это мы по второму кругу идем просто. Ну, тут немного опаздываю. Покажут, как Стюит Укей в темке там справится. Но Стюит Укей стоит отдать должное. Сыграл очень грамотно. Он понимал, что у него одна единственная задача не умирать и смотреть спину. И вот на его месте многие игроки ошибаются, молодые. А тут Стюит Укей сыграл четко. Два минуса и вот они. И тут тоже оп, зависит. Нет, тут уже никакой... А тут тоже зависло. Все-таки у нас, видимо, на площадке что-то с интернетом, что ли? Так, личность нас поедает, ребята. Скорее всего. Мы будем до конца эфира теперь смотреть этот отрезок раунда. А, ну интернет есть. Сегодня кто-то передается. Ну, видимо, сервер упал, да. То есть можно посмотреть на статистику, на стату, который выдает нам ESL. Отличная работа. Вот она команда Ghost Gaming, которая пытается выжить в рамках ESL Белого Оризонта. И в этом городе проходит данный чемпионат на 200 тысяч долларов. Восемь команд. И сегодня уже одна команда должна покинуть. В этом матче, конечно, решается, кто пройдет дальше, кто уже будет паковать чемоданы. Старая добрая GSL-система. Тем более тут все матчи Best of 3 очень часто играли по одному матчу. На первом мажоре, напоминаю, вообще была система, когда команда проигрывала два Best of 1 матча и вылетала. Тут ты должен проиграть два Best of 3 матча. Вот пишут нам о том, что вот LL на испанском читается как Y в некоторых случаях. Вот, возможно, из-за этого. Ник на испанском языке. Ты знаешь, вот Полов, никнейм, вообще слово это напоминает Breaking Bad и ту фирму, в которой работал ГУС. Ну, может быть, ты смотрел этот сериал. Конечно. Там тоже вот эти вот были Los Polos, если я ошибаюсь. Ну, как-то так называлось, но, если честно, уже не вспомню. Вот, я почему-то читаю... Это куриный, куриный. Да, да, да. Я вот читаю его постоянно никнейм и вспоминаю почему-то вот Breaking Bad. Вот, ничего с собой не могу поделать. Но, в целом, можете писать свои варианты, может быть, кто слышал. Потому что, если честно, ребят, вот, можно сказать о том, что мы не так часто смотрим за командой Ghost. То есть это может быть регулярный сезон ESL, Pro League, конечно же. И это могут быть какие-то дримхаки. Вот, и не факт, что туда команда Ghost Gaming очень часто пробивается. Это тоже факт. И тут интересно, что же все-таки происходит. Можно еще раз посмотреть на Саброзу, того самого игрока, о котором легенды целые составляются в рамках североамериканского Counter-Strike. Вот, всегда интересно, как он выступит на лане очередном своем. Ну, в данном случае в коллективе Ghost Gaming. Читер он или не читер? Вот что вопрос. Ну, будем надеяться, что не подрубает нас Саброза. Тем временем ждем, пока сервер поднимется из ада. Но почему-то до сих пор там какие-то маленькие-маленькие трудности. Подошел админ, что-то объясняет. Все сняли наушники и общаются. Но до сих пор, видимо, не удалось поднять сервачок. Собственно, этим всем занимается профессиональная команда ESL. ESL — это турнирная организация, которая провела уже, наверное, тысячу чемпионатов, если не больше. Если брать все онлайны, которые там происходят у них с 2006 или 2005 года, то, честно, даже за десяток. Да, и это турнир, который входит в систему Grand Slam. То есть можно объяснить нашим зрителям, что такое Grand Slam. Это вот есть чемпионаты от ESL, от DreamHack. И если будет команда, которая наберет себе пять побед в рамках этих турниров, в рамках этого цикла, то она получает миллион долларов. То есть это тот самый Grand Slam, который могут сейчас, во всяком случае, получить по итогам некоторых турниров. Вот и этого, и будущих. Это Astralis, Face, те же самые. Но при этом 250 тысяч долларов призовый фонд. Да, да, да. То есть миллион. Хотя бы 250. Да, да, да. То есть это должны быть очень крупные турниры, которые должны покориться одной команде. И не обязательно, чтобы они были подряд. Понятно, что у нас и так много чемпионатов проводится в последнее время. Вот мы уже обсуждали этот факт, что студия РУХА посвящает для вас три турнира сейчас, по сути. Вот завтра начинается, вернее, уже даже чуть ли не сегодня, китайский турнир, в котором участвует команда Natus Fincer Asia Championship. И потом у нас начинается еще в Швеции DreamHack Summer. Ну и там, короче, есть на что посмотреть. Потому что там Na'Vi, там Gambit. И, в общем-то, очень много Counter-Strike будет до конца этой недели. И у нас будут три чемпиона. Вот тут уже и Белый Оризонти подключается. Первый игровой день. Не так уж и много напряга с одной стороны. С другой стороны, ну такие у нас первые дни обычно и получаются. Групповая стадия. Не всегда есть равная какая-то борьба. Потому что команды, вот, например, если говорим мы об этом иванте в Бразилии, который проходит, то здесь они были ранжированы по рангу. То есть они, по сути, здесь не просто так играют. Например, SK против Space Soldiers. И Mouth Sports против условных там тоже. Не, ну более-менее сбалансированы. И первые пары были, и группы в целом. И тут, может быть, у SK рейтинг немножко выше, да. Опять же, за былых заслуг. Хотя, на самом деле, сейчас они играют не так круто, как ранее. Ну, по идее, где-то чувачки бегают, разыгрываются. Болтса ждали, так понимаю. Четыре победы, да, ребят. Простите. У нас такой насыщенный эфир. Четыре победы нужно вот себе получить в рамках этого грандслэба, чтобы получить такие деньги. Пока есть две у кого-то. Если не ошибаюсь, да. То есть у нас ближе всего находятся Astralis и Face. Хотя я могу ошибаться, потому что, ну, очень много всего происходило за последние там полгода, год. А финалы SRT Лиги входят в эту грандслэбу? Или только отдельные чемпионаты? Я думаю, что это отдельно. То есть я знаю точно, что будет входить Кёльн и DreamHack Стокгольм летом. А вот этот в августе, может быть, который объявили недавно, знаешь, Intel Extreme Masters. Но это вряд ли входит в грандслэм. Там большой призовой фонд есть. Ну, мне кажется, что он не совсем строится только от призового фонда. Хотя я могу ошибаться. То есть, по сути, ближайшие — это вот то, что идет сейчас прямо в Белой Оризонте. Потом ESL One Кёльн. И потом в конце лета DreamHack Стокгольм. То есть, по сути, все эти турниры могут гарантировать одной из команды приблизиться или взять уже этот грандслэм. Просто вообще эта ситуация, вот эта новость, вернее, она была объявлена уже довольно-таки давно. Да, это год назад. Да, и тут уже нужно обновлять знания. Потому что я знаю, что здесь вот ближе всех находится к этому грандслэму эта команда Face, которая может, например, выиграть Белый Оризонте. И если, например, они выиграют и Кёльн, и Стокгольм, то они забирают этот миллион. Ну, с другой стороны, у них проблемы с пятым игроком постоянно. Там уже Керриган жаловался, что, мол, Олаф, определись, или ты играешь, или ты не играешь. А никто не знает, что происходит. То есть, были также мысли о том, что есть проблемы со здоровьем. Там про Азакт. То есть, никто не знает. То есть, нет вообще полной информации. Только Face могут, наверное, поведеть. Но, видимо, Олаф не хочет, чтобы сообщество узнало, что же происходит там у него в жизни. Потому что была недавно буквально новость о том, что вот возвращается, все возрадовались. Наконец-то Белый Оризонте, полный состав команды Face. Все, можно уже забирать этот турнир. Но, в итоге, буквально через неделю, или сколько там новость, не смогут играть они на ECS, не смогут играть вместе также с Олафом на следующем чемпионате. Ну, ребят, мы уйдем на небольшую рекламную и музыкальную паузу. И как только все там возобновится у нас в Белой Оризонте, мы вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Кстати, коробка жмет, тут Пола выходит в спину, разбирает одного-второго, Пол тем временем чекает Саброзу, но почему же тут смотрит Яву, хотя в Яме никого у нас не было, а Куст там! Мог только что забрать еще одного соперника, но не тут-то было. 3-2, выход вперед от команды SK Gaming, и тут уж фулл эко от Ghost Gaming. Судя по тому, что мы уже увидели на этом дасте, мне кажется, что он будет очень интересный, потому что и одна, и вторая команда. Ну понятно, что SK здесь фавориты, они лучше в любом параметре, как бы там, ты не сравнивал бы эти пятерки, но в целом, мне кажется, что казусов тут не избежать. И SK могут выйти вперед. Есть какие-то моменты, где SK Gaming просто не до конца отыгрывают, что ли, и дают шанс в какой-то Ghost Gaming постоянно. То есть нет такой уверенности, что без проблем они смогут взять раунд какой-то даже, учитывая то, что у них хороший размин или OpenFrag они зарабатывают в начале. Техническая или тактическая пауза, спрашивает ColdZero. Ну и Ghost отвечает, что мы сейчас общаемся, мы хотим как-то перестроить свою игру, потому что не получается. Ghost могут таким образом отпустить оппонента. Они, кстати, взяли тактическую паузу, но при этом она техническая. То есть, я так понимаю, не удается им проголосовать. Что-то система им ответила, что, мол, нет у вас больше пауз, хотя игра только началась на дасте втором, и, конечно, пауз тут должно быть очень много. Но админ говорит, у вас 30 секунд, общайтесь. И, собственно, ребята сейчас попробуют найти какое-то решение, хотя в этой ситуации что находить? У них юспы и по две тысячные от Саброза, поэтому общение, конечно же, должно быть еще по поводу следующего раунда. А в следующем там, опять же, эмки без гранат особых, без АВП, по крайней мере. Соответственно, для даста это тоже не самая оптимальная схема. Поэтому, может быть, стоит вообще дважды команде Ghost Gaming делать экономический раунд. Но посмотрим, к чему они придут. Пока что здесь однозначно игра с юспами. Ну и потом, возможно, будет еще больше активности на длине проявлять команда Ghost Gaming. Потому что я не скажу, что эта точка проблемная. Понятно, что это начало и тут нельзя так рассуждать. То, что там один, второй раз сфера пропустили, значит, это самая слабая точка. Но, тем не менее, нужно что-то выигрывать для себя в защите, раз у вас не получается воевать на дистанции против СК. Выход на длину плюс на миде также показывался только что Кустов. Ушел к себе на распаун ненадолго. Судя по всему, Стюит Укей должен его добрать здесь вместе с Колдзерой. И, в целом, мы отмечаем этих бойцов как фармеров в этой команде в этом раунде. Потому что у них фармганы, это маг десятый на руках. Тут поджигается позиция Кусты. Выход от Стюит Укей. И пока до врага дело не доходит. Но вот он показывает себя в поле. С пистолетом забирается образу поджимающего нижнюю темку. Но Кусту справляется со Стюит Укей. Колдзерой это было слишком уже для бойца команды Ghost. Ну и, по сути, тут вопрос времени. Когда Фер заберет абсолютно всех твоих соперников на точке? Это у нас один, второй, третий. И команда SkyGaming без шансов разобралась с соперниками. А вот сейчас тот самый бой неоптимальный, о котором я говорил. Хотя Wardle, как мы видим, накопил на снайперскую винтовку. И, как мы также видим, у Саброза и остальных есть, в принципе, необходимый пакет банок. Три эмки, FAMOS и AVP. Ну и в ответ полноценный бой у SkyGaming. У них проблем никаких. Стюит Укей, правда, решил остаться с УЗИшкой. Интересно, как он ее реализует. Fallen заметил мидл, тем временем четыре человека. Видимо, что, рашит просто B-плен? Да, одна флешка, вторая. Коктейль молотова горит. Кто-то потушил. Выход от Фера. Моментально разваливает ворота. Кусто пытается сыграть активно. Fallen не до конца проверяет кт-спаун и все-таки падает на мидле. Хотя вылазить, наверное, уже не стоило. Потому что преимущество одного бойца было у СК. И он мог просто поднимать спину. В целом, ситуация очень тяжелая для команды Ghost. Есть раскидки. Нужно им воспользоваться. Только один набор для фузов. Вот он в рыв. Отсюда такие контур-агрессия от команды SK. Стюит забирает стила. И вот уже большинство для бразильцев. Полу подходит под B. Но как воспользоваться этими гранатами, когда потеряли только что бойца? Только что Смол еще и лег на окно. Поэтому зайти сейчас будет просто нереально. Тут сейвить, однозначно. Ну, СК только что сказали своим соперникам, что вы, ребята, можете, конечно, брать тактические паузы, а мы просто рашб. И все, на этом заканчивается. Да, такая старая добрая тактика. И опять же этот рашб говорит о том, что SK Gaming не то чтобы не до конца уважает своего оппонента. Я сомневаюсь, что против FaZe Clan, если там будет Dust2, они будут рашить B-план. Потому что это самая элементарная, самая известная тактика. Разве что разве будут хорошая. Почему бы и нет? Иногда это работает. Ну, иногда. Очень иногда. Особенно против Ghost Gaming. Да. Особенно учитывая то, что сейчас на медиа не так уж и просто забрать себе первый какой-то фраг. Хотя преимущество всегда было в атаке. Потому что ты стоишь, контролишь. Как бы у тебя нет динамики, которая тебе там мешает убить соперника быстро. Хотя, ну, были некоторые даже вот и флешки, которые помогали убить там с АВП. Игроку-контр-террористов, вражеского снайпера. Но сейчас у нас не так много переселок, в принципе. То есть игра на чек только здесь в двери. Кстати, о снайперах есть. У команды Ghost. ВВП это Wardle. Четыре пистолета. Три армора. Все первые. Здесь уже встречают выход на пальму. Кусто его забирает, но Coldzera роняет Wardle. Равный размен. Но при этом Поло может убить с Колда. И это получается сделать... А именно получается сейчас Ghost Gaming себе преимущество божьей силы. Молодцы. Три в четыре. Но, с другой стороны, Калашникова у нас хороший. Это ОСК Gaming имеется. Однако потеряли уже болтца. И вот тут явная проблема. Стюй удалось переселять Саброзу. И погибается Кистилл, который пушил нижнюю темку. А по нему была-то инфа. Фолин идет на плен. Попытается поставить пакет. Хотя решения не из самых хороших. Потому что Стюй красный, а Фолин сто хиповый. Но, с другой стороны, у Фолина АВП. И, собственно, это расчет. Выпад через окно. Стюй прикрывает окошко. Делает свой минус. И Поа остается один против двоих. Чекает окно. Готов принимать двери. Но нет диффузов. И, по-моему, не до конца он понимает, что Стюй красный. Скорее всего, снова будет сейвить игрок защиты. Тут ни в коем случае нельзя идти дальше. Терять свою снайперскую винтовку. Она еще может пригодиться дальше в раундах. И Пола уходит в итоге на пальму. Шестой раунд для команды СК. Вот она прогрессия. Посмотрите. Вот один-один. Такой хороший пистолетный от команды Ghost. Заруба была настоящая в миде. Ну, а потом провалы. Да, вот статистика от Варда, Лас-Аброзы. Их не хватает 100%. Потому что мы эпизодами отмечаем и Полу, и Стила, и Кусту там на размене. А здесь ребята выпадают и нужно просыпаться. Потому что так можно в клам проиграть эту первую сторону. И, в целом, конечно, ничего не показать на карте Dust2. И в этом Best of 3 вылетит с белого оризонта. Не хотелось бы прямо сейчас в команде Ghost. Ну, а какие предпосылки того, что они останутся? Пока что никаких. Ну, пока что все идет к этому. Хотя в любой момент еще можно постараться собраться. Продолжается матч. Там пытались что-то написать, прописать. Но снова не получилось. Подсадочка на зигзаг. Ребята при этом из СК гейминга шли быстро пропушить лонг. И, как мы видим, никого здесь нет. И это снова шанс. Причем бомба, кстати, под B. Я так понимаю, фейковать сейчас будет у нас 2-2K. Или останется потом в яме. Да. Он фейкует. Откидывает смок. Откидывает флешку. Делает максимальный фокус на лонг, на зиг. А тем временем игроки команды СК гейминг пойдут, видимо, на точку B. Очень упертая команда СК. Потому что постоянно вот они чекают вот эти вот поджимы на зиге. Это получается. Потому что вот, ну, Гост пока ничего интересного нового не предлагает своим соперникам. Вновь убивает тут Саброза. Первый фраг для команды из Бразилии. Фоллин забирал его с АВП. Фоллин также на верхней тенке отмечает врыв от Куста через нижнюю. И тут будет, конечно, мясо. Потому что Колдзер выходит на поддержку своего тиммейта. Флешка полетела не самая лучшая. Колд. Спрей не залетает. Но дальше Колд был в размен. Там Пучин. Фоллин забирает Кусту. Варделл неплохо поработал против Стюит. Окей. И вот оно окно для защиты. Но при этом абсолютно все игроки находятся далеко от Плэнта Б. И будет тяжело дальше выбивать. Это очередной, судя по всему, сейв. Но максимум это убийство девайсов, которые будут уходить Фер. Спрейн все-таки стила. Красного забирает. Выход Вардела. Промах. И Фер забирает его. Последний. Поло. Это минус по Болцу. Ну а дальше как вообще играть? Флешка полетела. Фоллин отпускает соперника. Но какая разница. Главное, что мы выходим уже на седьмой раунд в атаке. Да. Тут 2-1. Но команде Ghost Gaming от этого не легче. Седьмерочка ОСК. Практически первую половину они выиграли. Остается взять один бой. Ну там нет опять же денег. Ты знаешь, Россияне нужно было сейвить. Вот три в три ситуации. Зачем вообще пошли там под шифтом по ДТБ? Ну вот убили бы Фера быстрее. Что бы это дало? Да, какую-то иллюзорную, может быть, возможность. Ну вообще на даст втором, когда не получается за КТ и когда доминирует атака, полностью согласен. Тут вообще максимально в каждом раунде нужно сохраняться, чтобы постоянно поддержать напряжение террористов и пытаться взять свои необходимые пять раундов. Потому что вот этот новый даст, мы как ни смотрим, у нас всегда террористы берут больше раундов, если честно, по статистике. И тут было бы неплохо защите брать, ну, пять-шесть раундов в самый раз. Если в этом матче не участвует команда Астралис, которая в защите пока лучше всех играет, ну, не только, в принципе, на дасте, но и на большинстве других карт. Саброза уходит на точку Б вместе с Варделом, он за нее отвечает. Тем временем готовится врыв от Болса и Фоллина на центр. Они чекают выходы на грибы, выход также на контровский респаун. Подсадка тоже будет проверена Фоллином, я вот в этом уверен. Ну, и также тут интересно разворачивается раунд. Почему? Потому что бомба до сих пор еще отвечает за длину, то есть нет перетяжки там от товарища Колдзера, например. Фоллин пытается нашивать б-плэнт, фокусирует на мидле инфу, но при этом игроки команды Skygaming не выходят на мидл полноценно. Они возвращаются назад к воротам и, может быть, будут заходить через зигзаг. Там Steel снова поджал коробку и, возможно, в какой-то момент пойдет поджимать. Колдзера уже готов принимать этот поджим, чекает лонг и зажимы аплэнта готовит команда Skygaming. На дачке А у нас никого, Steel, если не сделает свой минус, будет бесполезен. А Колд, с другой стороны, если на шифте пойдет в коробку, тогда у Steel все-таки преимущество, потому что тень все равно там видно. Да, Steel на самом деле это самый важный игрок в этом моменте. Вот если он падает, то все, это, наверное, уже сейв для остальных ребят. Steel в итоге дальше не идет, Колд тоже не спешит. Он ожидает этого выхода через бокс от соперника. Steel должен рано или поздно выйти. 15 секунд до конца этого раунда. Бомба уже устанавливается. И посмотри, как же круто сыграл тут Колд. То, что не пошел. Все это окей, принимает зиг. Не получается выиграть ни одну из перестрелок. Вардел его забирается в ВП. 3 в 4. Пока что в большинстве находятся игроки американской команды. Боллс находится на длине. Колдзера все еще ждет. Он должен здесь стать сюрпризом. Должен убивать соперника. Куста в итоге падает от Фолина. Есть размена соброза, но Колдзера свой фраг все же сделает. Ситуация 2 в 2. Есть дефуза, есть смок. Нужно уже минировать. Опять же таки это бомба. Колдзера тут вне успеха. Но тут опять же таки Боллс только мог порешать этот раунд. Потому что он находился ближе всех к соперникам. Но видишь, свой третий раунд смогли выторговать ребята из команды ГОУС. Но при этом все потеряли. Да уж. Тут в команде ГОУС гейминг. Повезло в какой-то момент. Но на грани. Не видно, опять же, какой-то игры. То есть не видно, как они будут менять. Все-таки это даст 2. Но такие раунды постоянно тащить не получится в любом случае. И SkyGaming, конечно, показывает, что именно они здесь лидеры. Давай. Ну, повезло то, что был смог. Что смогли выйти там без особого размена. Против Стьюи, которого забирал в итоге Вардл с ВП. Но Стьюи хотя бы одного забрал. Были бы уже огромные проблемы при этом ретейке у защиты. Но, тем не менее, ГОУС закупается. Это скаут. 2 ФАМА и 2 М4А4 от Саброза и Поло. Гранат очень мало. Есть надежда только на хорошие перестрелки для себя. Для того, чтобы выйти хотя бы на большинство. И потом уже задушить атаки, выходящих на один из плентов. В данном случае эта база А. В очередной раз пытаются экзаминировать ее игроки команды СК. И они понимают, что то, что они проиграли раунд только что, это ничего не значит. Это совсем уж пыль, скажем так. Это можно забыть. И можно еще раз попытаться сломать оборону. И тем более то, что ей не особо есть что откинуть. Но, в любом случае, СК Gaming очень уверенно занимает важные участки на карте. И в этом плане ГОУС Гейминг собирать инку абсолютно не могут. Фоллин выходит на мидл. В этот раз не промахивается. Моментально забирает ворота. Идет дальше. И просто с П250 разваливает окно. И, конечно, троим игрокам на А пленте ничего другого как сейвить не остается. Это 8-3. И победа в первой половине от бразильского коллектива. И сейчас они пойдут еще на поиски. Понятное дело, Болтс догадывается, что где-то здесь находятся соперники. Но нужно подождать однозначно своих коллег, которые пойдут сейчас с длины. Но Болтс не ждет. Он пушит. А вот синий ящик такую ситуацию он не проверяет. Болтс падает. И вот теперь однозначно игроки команды из СК. Знаете, находятся их оппоненты. Да. И было бы неплохо зажать противника. Тут не самый лучший тайминг для Фоллина. Пропустил он стила налево. Но стилу тоже нельзя идти ни в коем случае с этой коробки. Стюиту Кейт кидывает Болота в яму. Поло все-таки справляется с ферами. Стюиту Кейт. Его же руки тоже падают. Два в три ситуация здесь. И НСК понимает, конечно, как важно выбивать эти девайсы. И не дать укрепить экономику команды Ghost. Но почему вышли с ямы, я не понимаю. Вардл, Поло они могли там оставаться до конца раунда. И играть строго на чек. Почему-то один вышел. Может быть хотел взять себе девайс. И второй тоже вроде как и подсобил ему как-то сделать фраг. Но потом в итоге от колда оба отлетели. Что за игра? Вот это уже вопросы к команде Ghost и к капитану. Я думаю, что стил мог бы ответить на этот вопрос. Почему они вышли из ямы? Ну они... Ghost Gaming все-таки называется. Поэтому они вышли из ямы. Логично. Хорошо. Ответ получен. Я больше не имею вопросов. Ни в коем случае, ребята. Я буду строго комментировать то, что вижу. То есть это же не Face, не Astralis. Не бы остались. Не за сейвинг. У меня есть только одно здравое какое-то объяснение. То, что вот может быть выбили какие-то хорошие девайсы. Где-то что-то валялось и они хотели подобрать. Все. Но у них были девайсы? Да. Но при этом были эмки у ребят. Ну это импульс какой-то может быть. Мешательство какое-то. Слыша, что нужно выйти из ямы. Господа нашептала. Выходи, выходи, выходи из ямы. Да. Ну тут уже, значит, совсем противоположная сторона была замешана. Скажем так. Дьявол. Вот. Двенадцатый раунд. И команда Ghost, конечно, будет довольна собой. Если хотя бы пять раундов защиты возьмет в этой половине. Но дело в том, что мы пока не можем утверждать, что у них есть абсолютно все шансы так сыграть. Ну посмотрим, что стил сделает с этим одним АК. Пока что три на зиге. Выпад от команды Ghost Gaming. Fallen моментально чекал мид, но при этом забирает кусту, потому что он его видел. Получил инфу Стюи. Играет он пока что аккуратно на пальме возле бочки. Эту позицию явно не прочекают и другие защиты. И Стюи таки справляется с двумя. Вардл падает с образа туда же. И Пола со вторым армором и ЦЗшкой один против пятерых. Но это девяточка ВСК Gaming. И из трех оставшихся команде Ghost Gaming нужно еще цепляться. Нужно брать хотя бы два, а лучше всего, конечно, три раунда. Но, опять же, с такой игрой это тяжело сделать. Да, в идеале вообще забирать абсолютно все, что здесь будет дальше. Показано на первой половине. Стюи таки оформляет трипл килл. Фолин тоже подсобил в этом раунде. Потому что очень просто выйти на девятое очко. Ghost. Судя по всему, денег очень мало. И сейчас последует еще один экономический раунд, чтобы уже в четырнадцатом, может быть, даже купить себе две снайперские винтовки. Ну, думают они. Они думают. Хотя, понимаешь, там был же этот раунд, который они тащили. Вот третий. Да. И, соответственно, из-за этого обнулилась экономика. И тут снова экономический раунд. И, в любом случае, десять, по идее, у команды SK Gaming. Готовится врыв. Судя по всему, под флешку. Там одна вторая была у стила. Только сейчас вот одна ослепляющая уже остается у капитана команды Ghost. Стюи таки забирает кусту. Это было вообще на плато точке B. То есть, раз вы хотите играть под флешку, все ребята, значит, нужно, чтобы все были закрыты. В итоге болт забирается на бронзу. Флешка полетела только на middle сейчас. Ну, а здесь уже в позициях были и колтера, и болт вместе с феером. 3-10. Задумка неплохая была только что у команды Ghost. Объясню, что хотели сделать. Не под бэс играть, а под моменталку на middle. И потом врыв на двери. Но как-то вот развалились еще до этой флешки абсолютно все ребята. Потому что, ну, другие позиции понятно, что никто не чекал. Это нормально. Ну, в 2 АВП будут ли играть сейчас игроки команды Ghost Gaming? По-моему, это единственный шанс, который мог бы сейчас как-то их спасти. А динамик от Vardala все-таки 4М. И то, посмотрите, по гранатам у нас проблема. Есть некоторые у игроков защиты. Прилетает несколько смоков. Болт откидывает в ответ. Подсадка на мясной. Это интересная идея. Ничего подобного не делали. Но почему же не стоят дальше? Хотя Fallen чекал только что эту точку. И все-таки размена нет. Но позиция-то за SK Gaming. Длина полностью занята. Да, только что была на ваших экранах игра по старым чертежам. Правда, свой первый фраг она не перенесла команде Ghost Gaming. И тут в мясе. В нижней темке будет тоже встреча. Все-таки пытаются работать против точки А. Вардал. У него не получается сработать. Но дело в том, что Куста и стил. Поло также делал фраг. Это три минуса. Без ответа окажется в пользу команды Ghost Gaming. А здесь только в Пер вместе с Fallen. И здесь, конечно, передряга небольшая на миде. Забрали Куста. Но дальше, конечно, будет тяжко выходить игрокам. Учитывая то, что Fallen красный. Но, с другой стороны, время еще есть. Но быстрый выход от Fallen читается стилом на длине. Ключевой минус был сделан только что. Ну, а Фер последний остается в итоге в верхней темке с бомбой. Фер выходит на пятачок. Пытается прочекать окно. Проверяет дальше. Идет вперед. Разваливает... Точнее, готовится развалить сейчас ворота. Но тут Саброза ловит тайминг. Выходит и бокс исправляется. И ловит Фера. Здесь четыре. Команда Ghost Gaming все-таки берет свой раунд. И вот они, те два Авика, о которых я говорил. Да. Отжали одну ВП и подобрали его себе. И тут возникает вопрос. Будет ли активная перестрелка на миде? Да вряд ли. Это всегда 50 на 50. Скорострелка. Да, две плетки. Решили попрошивать сейчас ворота и два ВП. Но они, в любом случае, потом поменяют, скорее всего, эти девайсы. Но поначалу сейчас не дадут. Еще одного, кстати, лежит там. Стиллы такие тоже прошивают вместе со всеми. Но в итоге Фоллин отстреливает Вардл. А Стилл тоже под этот Фера. Это на ланге. Фер воспользовался ситуацией. И вышел просто под шумок на старт. Кстати, по-моему, скауты... Не скауты, а плетки немножко неправильно шли. Нужно было правую часть сразу же простреливать. Тем временем Кустер отваливает Фоллин. Погибает Болтс. И скауты получает инфу, но Фер дождался лонг. Нельзя было поджимать. Однозначно понимает, что на никого Стюи выходят. И еще и коктейль Молотова кидает. Быстро игрокам защиты никак не хлопануть. Там изначально, ты знаешь, Арсений, я видел то, что по карте было явно видно, как Стюит Укей после убийств на верхней темке передвигался по миду. То есть он очень быстро выходил на зиг, и уже было понятно, что бомба будет быстро поставлена. Стюит Укей остается здесь за ящиками. Нет, не остается. Саброза забирает его. Фер в итоге отстреливает противника с АВП. Ситуация 2 на 1. Где Колдзера находится? Колдзера все еще на зиге. И в итоге тут не понадобились его услуги, потому что Фернандо убивает соперника с АВП. 4.11 это, конечно, провал от Гоустгейминг. И, может быть, мы, конечно, ожидали от них большего. Но после увиденного я могу сказать, что это и так хорошо. То, что они набрали эти четыре раунда за счет начала. То, что вот была пистолетка, был какой-то ответ неплохим форсом. Ну и здесь вот в добрый путь, как говорится. Берем второй пистолетный и тащим в атаке. И посмотрим, что придумают Гоустгейминг. Потому что, действительно, без пистолетного раунда им практически ничего не светит на этой карте. И только взятие первого, плюс взятие первого оружейного дает некий шанс. Хотя СК Гейминг смотрится куда более техничной командой. И, с другой стороны, у них то же самое было на кэше против Спейсов. Тогда они взяли 11 раундов. И, казалось бы, Спейсам ничего не светит. А тут турецкая команда подсобралась и затащила и карту, и вторую. Ну, здесь все-таки не те стрелки, как вот у команды Спейс Солджерс. В обоими нет Сантаресов и других, конечно, сильных игроков из Турции. Ну что ж, поехали смотреть. Шестнадцатый раунд. Эй! Какой поджим еще! Там вместе со Стюит Укея он принимает соперников на Б. Да, это слишком просто. Фоллинг в итоге убивает кусту. Мясорубка! Саброза забирает Фоллинг и Стюит Укея, но при этом есть Болтс в спине. Ну, кстати, неплохо все-таки получилось у террористов. Если честно, то есть могло быть все значительно хуже. А так ситуация 2 на 2. Еще и Болтс не сразу забирает. Если Саброза с ним справится, тогда шансы практически стопроцентные у террористов. Нет диффузов. Видит тень Колдзира. Разваливает одного. Врывается дальше. Колд этот расклад контролит. Ну, бомба стояла. Это единственный хороший момент для команды GhostGaming. Но в целом раунд они, конечно, отдали. Ты знаешь, мне понравилась сама задумка, решение выйти на Колда и убить его до захода. Вообще, до ретейка, до помощи, которая шла уже с верхней тэшки. Но дело в том, что по одному только что сыграли ребята из команды Ghost. Если хотите задавить, то делайте хотя бы вместе. Так, чтобы был как минимум размен, а потом ситуация 1 на 1. Потому что по верхней тэшке была информация. И, ну, Ghost в этом плане, конечно, команда, которая хромает. Вот, сыграть вместе, вот, не отпустить оппонента. А своевременный размен, это, к сожалению, не о американцах, которые сейчас выступают против СК. В матче на вылет в рамках ESL One Белу Оризонте. Скаут. ЯК-47. Самые серьезные пушки у команды GhostGaming. Это Поло и Вардал. У остальных пистолеты. И выход готовится, судя по всему, на длину. Там большинство, концентрация большая. В боксе Поло чекает позиции. Но Болтса здесь он не проверил. Ну, и, по сути, это легкий минус для команды СК. Болтс готов принимать сейчас коробочку. Теперь в нем Чую влетает с МПшкой. Просто верхнюю тэшку и забирает моментально Куста. Тот не был готов к этому раскладу. И снова, как мы видим, ничего не клеит свой игроков атаки. 3 в 5 нужно тащить. При этом они не заняли тэшку верхнюю. Перебегая туда, конечно же, стил. Но слишком аккуратно играет команда СК Gaming. Потому как знает. Возьмут этот раунд. С легкостью возьмут, скорее всего, эту Best of 3 серию. Ну, тут сами Ghost вступили в такой момент, что они должны закупаться, наверное, уже в каждом раунде. В этой атаке тут уже эко-не-эко. Тебе это, наверное, не поможет. Нужно максимум выжимать. Пытаться как-то уронить экономическую ситуацию своих соперников. И не отпустить какие-то свои моменты команде Ghost. Чтобы вернуться в это противостояние. Шансов очень мало. Стюйт ОК на точке Б. Обороняется. МП-9. Довольно-таки активно он двигается. Даже учитывая то, что была информация о Калаше, который выбивали. Но отпустили потом игроки на длине. Все-таки стоит играть более пассивно сейчас Стюйт ОК. У него есть поддержка от Фера. Тот работает под окном. Ну и Стюйт будет принимать этот выход. 25 секунд до конца раунда. Саброза будет чекать лево. В первую очередь уже полетела первая граната. Савташка не ослепилась здесь. И все-таки тут Вардл забирает его со Скаута Стилл. Считаю, что Саброза ему не нужен. Эфир! Два мины со Стилл и Вардл имели очень мало шансов дойти до этого плента. 13-4. Команда СК доминирует. Она должна со счетом 2-0 заканчивать эту встречу и проходить дальше вперед на этом домашнем чемпионате. Ну и все. Тут по идее теперь экономический раунд нас ждет от команды атаки. Потом полноценный бай, но и у команды СК гейминг будет, скажем так, снайперская винтовка в активе. Ой, Ghost Gaming. Не понимаю я, конечно, эти команды, которые так вот приезжают на серьезные чемпионаты и вот совсем ничего не показывают. Совсем. Проиграли Фейзаму. Я чаще всего вот как-то пытаюсь объяснить, может быть найти какой-то позитив. Но дело в том, что такое ощущение, что ребята вообще не тренируются. То есть у нас как бы там ни было. Можно играть, проигрывать и даже в хлам проигрывать, но при этом показывать хоть что-то. Да. Не, ну счет хотя бы с Фейзами сыграли там 16-12-12. И тут сыграли бы так же. Это ж не ТСК. То есть это далеко не самая сильная команда в мире, если честно. Но счет 14-4 и два раунда остается взять бразильцам. Имеем то, что имеем. Вот побеждает всегда сильнейший. И мы надеемся то, что это в любом случае опыт для команды Ghost Gaming, для того же Вардела, для Поло. Ну, они менее опытные все-таки, чем тот же Стиле Куста Саброза. На лане тоже стоит поиграть еще чаще, чтобы потом показать наилучший контру-страйк. 10 раундов преимущество для бразильцев. Есть снайперская винтовка. Причем у Фоллина Скаут, у Стюиту Ки АВП. Холдзера отвечает за длину. Занимал, кстати, ее подмоменталку от тиммейта. Стюиту Ки забирает Кусту, который пытался действовать под мото. Он, наверное, ожидал то, что соперник может его не заметить за этим огнем. Но не тут-то было. Стюиту Ки в этом плане оказался хорош. В раунде зарабатывает себе первую кровь. И 5 на 4 ситуация. Гоуст не знает, как им правильно сыграть. Вот есть контроль мидла, есть, ну, такой своевременный, может быть, выход от пола. Ой-ой-ой-ой, какие прострелы от Голса. Ну, дело в том, что ты должен быть готов к этому. Если ты стреляешь в смог, то готов уже должен быть получить ответ от своего противника. В итоге 7 хп оставил свою ЛКК команды Гоуст. То есть, по сути, он уже выключен из ситуации. Ну, снова проблемы очень серьезные у команды Гоуст Гейминг. Они снова без одного. Они при этом почти потеряли Поя, который стоит 7 хп и не знает, что, собственно, делать. Ну, стоит вместе со всеми. И вот ничем не занимается команда. То есть, мы видели хорошую атаку от одних. И посмотрите, насколько страдает атака от Гоуст Гейминг. Они абсолютно не могут занять важные зоны. Ни мидл, ни зигзаг. То есть, только сейчас выходят на длину. При этом, посмотрите, какой размен. 3 в 2. Квардл красный. Окей, длину отжали. Времени при этом потеряли неимоверное количество. 35 секунд остается. И с такими таймингами, конечно, выйти будет просто невероятно тяжело. Колдзира горит, но сейчас в какой-то момент пойдет стреляться. Нет, он сгорает. Но, с другой стороны, все равно 25 секунд до конца. Террористы должны пройти через Лонг. А Лонг поджимает при этом Ферр. И этот парень в любом случае зайдет в спину. Хорошая флеша. Просто на 3 секунды вырубает однозначно игроков атаки. И спина в любом случае зайдет. Ферр не спешит. Стюйта Кей забирает Саброзу, который пытался до флешки пройти. Кстати, это тоже важно. Стюйта Кей в итоге забирает еще и последнего противника, который накидывал эту флешку. Даже в таком моменте мискоммуникация. То есть, двух игроков команды Гоуст. Один вроде как говорит, я тебе накину флешку на просвет, ты попытаешься пройти. В итоге он выходит до нее. До того, как она взрывается в воздухе. Ну, Гоуст гейминг. Все-таки стоит отметить то, что получили себе двух новых игроков в состав. И, может быть, действительно еще не успели сыграться, чтобы оказать отпор команде уровня калибра АСК. В итоге Фолин уже будет тоже с АВП в этом раунде. Вардл. Чекается скаут Амидл. Там пока что игрозащита не пытается действовать агрессивно. Отгорает уже Болтс. Фолин. Вернее, Болтс, простите. Прошивает от пола в очередной раз. Оставляет его красным. Дежавю. Болтс. Нашил сейчас неплохо коробочку. При этом не пушит дальше. Несмотря ни на что, аккуратно играет команда СК Гейминг. Многие на их месте уже бы пушили, уже бы пытались выигрывать довольно быстро. Но ребята просто стоят на исходных позициях. Знают, что в любом случае через минутку максимум они, скорее всего, возьмут эту Best of 3 серию и уже закончат свои игры на сегодня. А Гостгейминг, увы, вылетит из чемпионата. Ну вот, кстати, только сейчас наконец-то Гостгейминг, видите, прожали зигзаг. То есть заняли мидл, заняли зиг. И на их месте теперь они не могут грамотно зажимать, например, Планта. Но нужно справиться обязательно с картинкой. Там у нас играет Fallen. Откидывает хаешку. И вот видно, что снова Гостгейминг встали и не знает, что же делать. Хотя нет, пошел стил вниз. Кстати, такого раунда еще не показывали. А колд знает. В принципе, да. Очень часто этот раунд появляется в арсенале. Топ-команд, то есть выходами через Сити можно удивить соперника. Но нет, здесь, конечно, колд был готов. Забирает он стила. Куста тоже падает от Фернандо. Но есть Вардл со скаутом. Забирает уже колда. Стютуги промахнет. Вернее, не убивает противника СВП. Добивает противника уже Фернандо. Но и Вардл Саброза отвечает неплохо. Два в два ситуация. Бомба устанавливается. Откидывается молотов в окно. Не самый приятный. Посмотри, промахнулись. Болс в итоге может уже войти в эту позицию. Флажка полетела от тиммейта. Врыв. В спину. Одного забирает. Это был Саброза. И Вардл тоже падает. Победа команды СК со счетом 16-4. Поздравляем бразильскую команду. Она все-таки у себя на родине остается. Она не вылетает. Потому что реально, ну, были бы слезы на глазах бразильских фанатов. Дело в том, что турниры в Бразилии проходят не так часто, как хотелось бы. Тем более, есть за кого поболеть. Невероятно популярный Counter-Strike в Бразилии. И, ну, НТС мы видели. Там как бы ждать по идее нечего. А от СК гейминга все-таки мы можем подождать качественного Counter-Strike. Хотя, ты знаешь, НТС могут еще выжить. Против BIG будет у них игра. Но это совсем другая история, ребят.